Ну и вопрос, короткий ответ. Вот в связи с тем, что я говорил. А Мичурин я ничего не знаю, не могу вам рассказать. Это была моя... Я пробовал пошутить. Где вы так научились? Вы когда говорите, вот так вот, прям вот, прям вот, понимаете, в самую суть? Ну вы так говорите, но я рад, если так получается. Я рассказываю, пытаясь передать то, что я вижу и чувствую в себе. Я переношу посредством текста опыт, состояние опытного, в котором я нахожусь. То есть, когда-то я в основном рассказывал то, что я читал. Теперь я очень мало, но я все равно не время о том, что-то рассказываю, что я где-то прочитал и так далее. Но я могу рассказывать, потому что я могу видеть реальность этого опыта, и поэтому я могу переносить его. И я очень рад, что вот есть возможность это делать в том числе и на русском языке. Я очень люблю русский язык, потому что в школьные годы, когда только что началась Горбачевская оттепель, я чрезвычайно благодарен Горбачеву за его мечту о том, что можно сделать мир лучше, и за то, что я мог почитать автору Серебряного века. И я очень полюбил поэзию Серебряного века. Ахмату, Цветаеву, Пастанако. Посредством них я узнал о Райнере Марии Рейке, немецком поэте и так далее. И в свое время это мне дало очень много силы и вдохновения. Перед тем, как я еще понял, что я еще... Что это такое, что я еще не знаю что, и куда это я иду, и так далее, не знаю куда. Ну, а так я закончил программу бакалавра и потом магистратуру по специальности философии. Я на протяжении уже, ну, фактически почти 13 лет являюсь преподавателем высшей и средней школы и каких-то образований по интересам в Латвии. Ну, читаю лекции. Ну, самая северная точка у меня была за полярным кругом, я читал. Ну, и вот, и был у меня такой опыт прочитать несколько лекций на Дальнем Востоке, Владивостоке. Да. То есть немножечко, немножечко вот вдохновения, вдохновения была возможность что-то передать. Ну, ладно, это не так, не так значимо, не так важно. Ладно, так, немножечко подвигаемся. Да. Да.